Учитывается ли в контент-плане на 100 видео стримы? Стрим – это способ подачи информации. Я считаю и вам рекомендую, чтобы вы на канале максимально быстро начинали делать стримы в открытый доступ. Потому что, почему? Ютуб сейчас тестирует стрим. Ютубу выгодно стрим, потому что Ютуб хочет забрать аудиторию с телевизора. А стрим – это и есть телевизор. Ну прямой эфир – это телевизор. Более того, вы когда стримите, мы сейчас вот делаем опять же и школу стримеров, да, и показываем вам, то есть мы сейчас делаем большой курс «Как не стесняться камеры». Будем вам рассказывать, показывать это все там, да, учить, показывать. Потому что здесь это уже не будущее, а настоящее наступило. И я хочу, чтобы вы, у вас было два варианта. Вот мне сейчас гораздо проще не записывать каждый раз ролик, а взять 20 вопросов, сделать по ним стрим и потом эти вопросы нарезать на монтаже. Так мне проще. Если, но, это тяжело. Почему? Потому что я сейчас с вами говорю в режиме нон-стопа 1 час 38 минут. У меня есть опыт. У вас это еще, этот опыт придет «луженая глотка», как меня называют, да, он придет со временем, со временем придет, но он придет. Но, если вы не будете стримить, то, в принципе, у вас не будет получать, это как велосипед, это как машина, велосипед, это как пельмени. Я все время привожу пример с пельменями. Почему? Потому что пельмени – это лучший пример. Когда вы делаете первый пельмень, у вас получаются такие, как это, хачапури там чуть ли такие, здоровенные там, да, лепешки большие там, да. Потом получаются хиникалии, да, такие, ну, уже мешочки, а не пельмени, да. А бабушка лепит, ей все равно. Потому что у нее опыт, у нее уже руки автоматически идут, понимаете. А у вас все по стоку-по стоку. И вот чем больше вы будете приводить стримов, тем лучше для вас и для канала. И поэтому, отвечая на вопрос, что я бы, наверное, учитывал тоже, но, допустим, проведите стрим по какому-то четкому вопросу. И очень важно, это я уже обращаюсь к клубу 100 по 100, чтобы стрим был не по вашей теме. Почему? Потому что отвечать на вопросы, которые вам известны, это одно. А к вам приходят, допустим, другие люди, ну, на ваш стрим. И вы должны четко понимать, что с ними делать. Отвлекаться на них, не отвлекаться, задавать, отвечать в этом формате, да. То есть вот тренировать. Это только тренировка происходит. Только натренированный мозг может это делать. Больше никакой. Но если вы не будете тренироваться, если вы будете посмотреть завтра, то завтра не наступит никогда. Вы это знаете, а это наш девиз. Поэтому, как вам угодно. Я бы не ставил, давайте так. Я бы делал стримы. То есть у меня был бы план по стримам. Допустим, каждую пятницу я выхожу там в эфир, там в 19.00. Либо там каждое воскресенье. Если у вас детский канал, то каждое воскресенье там в 10 часов утра я выхожу там в эфир. Условно. То есть опять же тематики зависят. Звоните, пишите, приходите. Мы всегда рады новым друзьям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...